Да уж, всерьез банджи взялись за ребаланс всего в пятнадцатом сезоне. В прошлом ролике я рассказал о том, что собираются делать с подклассами и способностями стражей, а сегодня речь пойдет о перках на броне, модах и особенно по экзотам плотно прошлись. Давайте сразу к сути, без предисловия этих вот. Мод на броне Тяга, крайне важный и необходимый для игроков на геймпадах. Он увеличивал угол поворота и делал хоть сколько-то возможной маневренную игру в пвп на геймпаде, с дробовиком например. Короче говоря, мод юзали потому что не хватало настроек чувствительности на геймпадах. Шкала из десяти делений, ну такая себе гибкость. Теперь мод будет убран из игры, а для игроков на контроллерах расширена опция настройки чувствительности. Так что можно будет не занимать этот слот в штанах и поставить что-то полезней. Что по экзот броне? Начнем с дебафов. Перчатки охотника, осколки голанора. За ульту будут давать теперь больше энергии, но вот общий откат составит не более 50%. Перчатки Титана, Урса Фьюриоса, тоже получили такое же ограничение на восстановление ульты, максимум в 50%. Те же ограничители и у шлема Варлока, череп лютой Ахамкары и тело протокол Феникса. Все максимум в 50%. Схожий перк добавили экзоту Варлока Скобы Заклинателя Бури. Он теперь тоже будет восстанавливать супер от убийств в этом супере, в зависимости от того сколько вы убили, восстановится энергия. И максимум тоже до 50%. Вот почему бы сразу так не сделать? Все классовые эти экзоты уравнять по откату ульты на 50%. Ну ведь логично и удобно, не надо думать сколько там я откачу. А вот сапоги геомагнитные стабилизаторы, наконец-то выкинули с саной тряпкой из ПВП. У них будет убрана особенность на откат последней четверти ульты от бега там за пару секунд. Теперь просто продолжительность ульты увеличивается при нанесении урона. Так что в ПВЕ сапоги все еще работают, все еще полезны, а в ПВП до свидания, скучать не будем. Давайте про бафы. Бафы экзотов Ханта. Бомбардиры. У гранат есть теперь доп эффект, в зависимости от подкласса. Если играете Хантом в электрическом подклассе, то бомбы ослепляют. Если в солнечном, то поджигают. В стазисе замедляют, а в пустоте подавляют. Притом эффект от подавления не будет отключать ульту у врага. Шлем потери агравитонов. Увеличена продолжительность невидимости, а пока вы невидимы, стата восстановления сильно увеличена. Экзоту Везучие Штаны добавили ништяков для ПВЕ. Теперь нанесение продолжительного урона из кинетического револьвера, полностью заряженного, увеличивает урон каждой пули. А еще добавили новый эмот Кабура для револьвера. О нем чуть дальше расскажу, что это такое. Бафы экзотов Титана. Шлем Драгоценные Швы будет теперь создавать вокруг вас всплеск исцеляющей энергии и бонусного восстановления, каждый раз, когда вы убиваете врага оружием, тип урона которого соответствует типу вашего подкласса. Для ПВЕ, наверное, где-то применимо, почему бы и нет. Еще чуть бафнули Лидосферу, у нее убрано ограничение восстановления классовой способности. Я с ней играл редко, поэтому не совсем понимаю, о чем речь, но Титан Мейны, наверное, радуются. Бафы экзотов Варлока. Лик Правды. Бонус от Гранат увеличен на 20% за стак. А основной перк будет срабатывать, когда вы убиваете противника оружием, которое соответствует типу энергии вашего подкласса. Красивый, но бесполезный шлем Олень. Теперь он понижает входящий урон по вашим напарникам в Расколе. 25% съезд от мобов и 15% урона съезд от Стражей. Прометия Вашпора. Когда вы стоите в Расколе, убийство солнечным оружием восстанавливает энергию классовой способности. А если энергия классовой способности уже будет заполнена, убийство и солнечного оружия потребляют эту энергию и порождают исцеляющий или усиливающий разлом в месте нахождения цели. С броней на этом все. Кроме нее есть ряд изменений модов, влияющих на экономику боеприпасов. Например, мод Локаторы, который увеличивает шанс выпадения патронов на тот или иной тип оружия. Теперь у этого мода повышен шанс срабатывания при убийствах основным оружием. И особенно будет повышен, если это оружие Экзот. А вот моды типа Сборщик больше не стакаются. Так что это должно сказаться на ПВЕ и на ПВП балансе патронов. Ощутимое изменение, особенно для тех, кто любит играть с дробовичками или плазминками, но вполне ожидаемое. Ну и про новый тип мода Кабура, о котором я упоминал выше. Он разделен на виды оружия. Автоматы, револьверы и так далее. Как он работает? Будет с течением времени перезаряжать выбранный тип оружия, что логично. Эффект от этого мода стакается при дубликате и ускоряет срабатывание. Мод не будет работать с клятвой Рианы, а также с однозарядными гранатометами, ракетницами и луками. Ну и на сладкое. Или на горькое. Кому как, сейчас решите. Самое ожидаемое. То, чем нас уже давно пугали. Заряды Распутина и их нерв. Очевидно, одни из самых имбалансных модов в игре. Конечно, играть с ними интересно и комфортно, но вряд ли бы мы променяли их на другой набор модов, если бы их не понерфали. Верно? Тот же набор модов с колодцами тому доказательство. Общим изменением всех сфер стал нерв радиуса взрыва. Он снижен с 10 до 6 метров в базовом варианте. Урон от взрыва тоже будет понижен с 200 и 400 единиц, в зависимости от дальности противника, до 50-250 единиц. Что же до модов на сферы? Хм. Глобальный охват будет требовать для установки не одну энергию, а три. Ну а радиус он увеличит не на 20 метров, а на 10. Таким образом, с глобальным охватом радиус после нерфа составит 16 метров, вместо старых 30. Мод Элементарное подавление будет действовать не 3 секунды, а 2. Ну и Гнев Распутина получил уменьшение бонусного солнечного урона. Было от 100 до 200 единиц, стало от 25 до 100. В целом, не могу сказать, что это прям убийство модов. Очень понятный и очень логичный нерф, который сделает моды на заряды военного разума полезной, но не решающей все проблемы функцией. На фоне нерфа этих модов, еще логичнее смотрится баф модов на элементальные колодцы, которые я ругал в отдельном видео за бесполезность и очень точечную такую ситуативность. Теперь эффект от этих модов будет стакаться, сами колодцы спауниться будут чаще, а эффект от мода источник мощи, пожалуй одного из более-менее полезных, который увеличивает урон от оружия, будет длиться до 10 секунд. Сам бонус к урону увеличен с 10% до 25%. Посмотрим, заставят ли эти изменения использовать стражей билды на колодцах в сложных активностях, но уже какой-то шажочек есть. Ну и кроме прочего, затизерили новые награды ивента Железное Знамя. Вот новое оружие, а вот новые сеты брони. Ничего такие. Кроме этих наград сказали, что теперь броня будет включать некий перк Гордость Железных Лордов, и ношение брони с этим модом или перком дает небольшой шанс выпадения улучшающей призмы в конце матча. Каждая дополнительно надетая часть сета увеличивает шанс максимум в 4 штуки. На подобные изменения в Железном Знамени были намеки в ранних утечках, о которых я недавно рассказывал и о которых писали. Так что это такая еще галочка в подтверждение хоть чему-то из тех слов. Ну а в следующем твабе Банджи расскажут про самое интересное. Ребаланс оружия. Это и про нерв анархии, и про баф скауток в ПВЕ, и все вот это вот. Это мы тоже все разберем обязательно, а пока что на этом я прощаюсь. Спасибо за просмотр, не забудьте подписаться на канал, группу ВКонтакте, Твиттер, Твич, и увидимся где-то там. До связи.